Живой груз, помещенный в коробке, в сопровождении специалистов доставили из Оренбурга. Иначе, как путешественницы, этих черепах не назовешь. Длинным для них оказался путь к свободе. Как только брезент большегруза откинули, черепахи, насколько им позволяла возможность, стали рваться на волю. Сейчас мы приехали на Арыский массив Южно-Казахстанской области. Эта зона отличается тем, что по Казахстану здесь отмечено, раньше было наибольшее количество черепах, то здесь оптимальные для них места обитания. Поэтому для выпуска задержанной партии черепах мы выбрали именно это место. Как отмечают специалисты, путешествие для рептилий закончилось удачно. Во время пути пострадала всего одна черепаха. Между тем, животные успели пожить еще и в Оренбурге. Для них выделили специальное помещение, и животные находились под наблюдением специалистов-биологов. Черепахи, когда их поймала, конфисковала российская сторона на границе с Актьюбинском, их отвезли в Оренбург. В Оренбурге поселили их в школе, в классе, и там дети их кормили, этих черепах поили. То есть они какое-то время действительно были, за ними ухаживали. И они действительно на удивление в хорошем состоянии. Несмотря на жару, все работали быстро и слаженно. Коробки с рептилиями выгрузили на местах. И волонтеры, которые специально приехали из Алматы, распределились по территории. Затем на панцире каждой черепахи поставили красной краской метку, для того, чтобы они потеряли привлекательность для контрабандистов. Кроме того, метки позволяют проследить дальнейшую судьбу животных. Это девочка, толстый и короткий. Здесь, получается, ей раз, два, три, четвертый год пошел, три года. По первому в Жизову мы приехали сюда. Для нас, на самом деле, это очень волнительное событие, потому что, скажем, не каждый день выпадает возможность слышать сотни шуршащих лапок по коробкам. Это возможность, скажем так, освободить жизнь и дать свободу. И для нас всех это очень волнительный момент. Сотрудники Института зоологии через несколько недель вернутся, чтобы проверить, как прижились в естественной среде рептилий. Животные также будут находиться под неусыпным контролем местных природоохранников. Здесь будет в дальнейшем инспектора есть закрепленные по дислокации. Мы будем проконтролировать, чтобы все черепахи, чтобы на свое естественное средоопитание были приехали. Стоит отметить, что нелегальный провоз черепах через границу – не редкость. Мясо черепах используют для приготовления экзотических блюд, а панцир – для различных изделий. Но этим животным повезло, и они, совершенно не боясь людей, изучают новое место жительства.